Приветствую Вас Сергей. Я конечно понимаю Ваше состояние, я понимаю, что Вы завидуете людям, у которых есть такой опыт, а у Вас такого опыта нет. И я думаю, что вот это вот ощущение, ощущение, чувство, что с Вами что-то не так из-за этого, являются здесь главным компонентом, который толкает Вас вперед на то, чтобы делать то, что Вы хотите. Ведь то, о чем Вы говорите, предполагает не только такой вот эмоционально-психологический аспект, но и то, о чем Вы говорите, предполагает и физиологический аспект. Наличие определенного уровня тестостерона, чтобы иметь, условно говоря, возможность делать то, о чем Вы говорите и так далее. То есть это может, опять же, далеко не каждый человек. Но дело на самом, но дело, как мне кажется, не в этом даже. Мне кажется, что дело в том, что Вы чувствуете себя не таким, как Вы, и Вам от этого больно. Вы хотите быть, как Вы. И я не думаю, что это плохо. То есть я не думаю, что плохо Вам стараться в этом смысле быть сексой, особенно если, если Вы, ну, если Вы хотите, например, раскрываться, если Вы хотите, например, как бы, жить наполнить. Но проблема, которая у Вас может присутствовать, заключается в том, что Вы как будто бы игнорируете свои свои собственные особенности, которые у Вас есть. То есть если люди делали то, что они делали, им это мраво, прекрасно. Но каждый человек идет к этому своим путем. Почему Вы решили, что есть какой-то универсальный, секретный способ, благодаря которому люди этого добились. Нет, такого способа нет. Такого способа не существует. Этот человек идет к этому сам, к тому, о чем Вы говорите. К этому нужно быть собой. Но вот, какой эффект будет от того, что человек, начинает быть собой, начинает быть собой. Это вопрос. Потому что разным людям комфортно в разном состоянии. разным людям комфортно в разных условиях, в разных обстоятельствах, с разными людьми. Все это Вы предлагаете проигнорировать. Ну, так, по крайней мере, я понял Вас. Могу ошибаться. Вот. И просто выход ради того, чтобы быть кем-то, кого Вы в какой-то степени идеализируете. И опять, я не вижу ничего плохого в том, чтобы идеализировать, если Вам так хочется идеализировать и хочется получить такой опыт на здоровье. Мне кажется, что здесь важно, самое главное, что здесь важно, это то, что никакого супер, сверх секретного способа нет. Есть просто личный путь. Есть просто личный путь каждому человеку к тому, о чем Вы говорите. И все. Вот свой путь. Ваша задача увидеть, увидеть свои, свои собственные, собственные уникальные особенности, свои собственные уникальные черты характера. И воспользоваться этим. И воспользоваться этим так, как Вы умеете. Вы и только Вы. И вот, когда Вы это делаете, когда, если Вы, прислушиваясь к себе, позволите своим чувствам вести себя, вот тогда у Вас все внезапно начнет получаться. У Вас внезапно появится успех и все, что Вы хотите. Для этого нужно быть естественным. Понимаете? А, увы, не естественным. И, возможно, Вы не знаете, как быть естественным. Это я Вас сейчас не пытаюсь обменить в чем-то и так далее. Вы, Вы говорите, что-то типа того, а какие вот секреты есть от того, чтобы быть естественным. Ну и каких? У каждого своя естественность. Правильно, мне кажется. Вот. И это нормально, что у всех своя естественность. Поэтому Вам нужно найти свою естественность. И найдя ее, Вы сможете сделать то, что Вам хочется. Поэтому, я не знаю, безусловно, к кому Вы обращались. Я не знаю, к каким психологам, в каких направлениях Вы обращались, но психотерапия, например, да, она, ну, работает немножко вот не так. Она работает немножко по-другому. И то, как Вы это описываете, ну, вызывает у меня вопрос. Вот. Вот. Поэтому, вполне вероятно, я вот так, ну, рискну предположить, что вы ошиблись. И обратились немножко не к тем людям. К людям, которые Вам не могли помочь. Ну, я не говорю про друзей, которые, в общем-то, не должны ничего такого делать. Друзья, они не должны Вам помогать. Если у них нет таких, ну, такого желания, да, если у них нет такой, не знаю, потребности, они Вам, в принципе, не должны, как мне кажется, помогать. Вот. Так они могут, они могут, конечно, да, но они, не знаю, они не должны. Вот. Это их, это их, скорее, право, нежели чем обязан. А Вы, вот, такое ощущение, да, да, то возникает это в, э, ну, возникает это в, э, их обязан. Нет, это, это в больших, их правах. Вот. Поэтому, э, э, я надеюсь, теперь Вам стало несколько понятнее то, о чем я, э, говорю. О, о чем я пытаюсь Вам сказать. И я надеюсь, что Вы сможете увидеть для себя выход не в, э, э, каких-то секретах, которых, о которых, как я уже сказал, нет. А, я надеюсь, что Вы сможете увидеть для себя выход в том, чтобы найти себя, в том, чтобы увидеть себя, в том, чтобы почувствовать себя. Так, да. И вероятно, это поможет Вам, э, куда, э, лучше, э, раскрыть, э, себя перед, ну, э, ну, людьми, да, перед возможными, э, э, вашими, например, партнерами, э, ну, в, в, в отношениях я имею ввиду. виду, могут раскрыть себя не только там, где-то где-то еще, где-нибудь еще, вот, такая вот история, только не ищите секрет, вот сказать, секрет это одно из самых неблагодарных занятий, вот, ищите себя, работайте с собой, и результат, он, на самом деле, ну, незамедленно появится, результат появится, и появится довольно быстро, в таком случае, вот, это, собственно, то, что хотел я вам сказать, я просто, словно говоря, чувствую некоторую вашу злость, вот, я вас понимаю, я понимаю, откуда эта злость у вас, у вас, вот, но, хочу, что, ну, чтобы вы не злились на тех людей, которые, вот, по вашему мнению, там, не могут, вот, или не хотят, сказать, ну, ну, скрет, скрет, скрет вам, раскрыть, скрет, вот, они его, они его, не знаю, не потому, что, а, что такое, вот, вообще, эээ, очень таинственное, нет, потому, что, указываем свой, вот, но ваш злость может быть ресурсом, Ваша слость может быть ресурсом, который вы можете использовать для того, чтобы реализовать свою неудовлетворенность, чтобы не оставлять эту неудовлетворенность в туп-тупне. То есть вы, словно говоря, можете обратить её в себя. Во благо. Если вы хотите, если у вас будет такое желание, если у вас будет такая потребность, если у вас есть такой запрос, скажем так, то это можно будет сделать. Можно это и даже нужно. Вот. Ага. Вот. Наверное. Всё. На этом я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Надеюсь, что вы для себя увидите что-то новое. Надеюсь, что вы для себя откроете что-то новое. И надеюсь, что у меня получилось. Самое-самое главное это дать вам вещь для размышлений. В будущем, если у вас появится такое желание, то буду рад помочь вам в работе над собой. Это, как мне кажется, довольно-таки интересное, увлекательное занятие, которое к тому же ещё и очень полезно. В конце, удачи вам. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok